Всем привет, с вами как всегда Хик, и в сегодняшнем видеоролике мы с вами рассмотрим снова 5 миссий, которые почти что 99% игроков в GTA San Andreas проходили неверно. И в сегодняшнем видеоролике вы узнаете, как же их нужно проходить на самом деле, черт побери, чтобы это было проще и легче, и без особых усилий. Ну а также, дорогой друг, если ты играешь в GTA Multiplayer, он же Самчик, то заходи ко мне на Аризону RedRock, прегайся по моему никнейму Дэнни Хикс. На шестом левле вводимой промокодик, вот вы сейчас видите его себе на экране, и получай приятные бонусы. Все ссылочки находятся в описании под этим роликом. Ну а что касаемо сегодняшнего видеоролика, у нас сегодня 5 не менее интересных миссий, и давайте же начнем. И первая миссия называется Вечеринка. Карл встречается с Райдером и Свитом. В момент, когда они стояли на улице и давали передотнуть своим ушам от ужасной музыки Лока, парень на велосипеде сообщает им, что люди баласно направляются в Гентон с целью пристрелить ребят из грув. Здесь-то и начинается вся мясорубка, и большинство игроков отбивают волну баласов одну за другой. Но все гораздо проще, чем вы думаете. Почему просто не раскидать гранаты по всем тем позициям, где должны появляться баласы, так сказать, опережая действия противника? Как видим на практике, данный способ гораздо быстрее и менее запарный. Продолжение следует... Карл приезжает к Вузе, где тот ему объясняет, что в его бизнесе 4 дракона большие проблемы. Судя по всему, тревогу Вузе вызывает одна из мафиозных семей города. Он собирается делать все, чтобы семьи держались от него подальше. Чуть позже приходит подопечный Вузе и говорит, что несколько мафиози рылись в вещах, и один из них был пойман. Вузе ему приказывает избавиться от него, но у СиДжея есть идея получше. Он просит привязать мафиози к капоту автомобиля и как следует с ним поговорить. Способы в решениях проблем Карла Джонсона мы с вами осуждать не будем с вами, а просто поможем большинству игроков пройти эту миссию гораздо проще и увереннее. Мало кто знает, что мафиозик на капоте в основном боится резких торможений. Вот вам и ответ, чтобы пройти миссию, вам всего-то нужно резко тормозить влево или вправо. Причем это можно делать, не отъезжая далеко от самого гаража. Стон Уэй, или же в нашем амплуа безбилетник. Проще этой миссии в GTA просто не найти. На самом деле, если вы имеете у себя на руках АК-47 и любой парашют, который можно добыть в любом самолете или вертолете, начиная эту миссию с парашютом из АК-47, вы продете ее за считанные секунды. Буквально, начинаем миссию, ускоряемся на байке для того, чтобы быстрее забраться в заднюю часть самолета. Появляемся в самолете, и все, что нам нужно сделать, это просто начать с АК-47, пострелять вот здесь вот, и просто тем самым вылететь автоматически с самолета. Самолет взрывается, у вас на руках есть парашют, и миссия completed. Я не знаю, что может быть проще данной миссии. Действительно, это самая легкая миссия в GTA San Andreas за все ее существование. Незаконное присвоение. Третья миссия на сегодняшний день. CJ приходит к Фрэнку Темпенни и Эдди Поласки, которые жарят шашлыки. Темпенни, находясь явно не в самом лучшем настроении, бьет Карла после его неудачной шутки. А затем объясняет суть дела. В заброшенном городке Аль-де-Мальдуа окопался еще один свидетель, у которого есть досье со всеми доказательствами о коррумпированных полицейских из Краш. Необходимо убить его и забрать досье с доказательствами. Вот и все. Большинство игроков и начинают своего путешествия в эту самую пустыню. Но по приезду понимают, что свидетель хорошо охраняется, и к нему так просто не подобраться. Снова нужно устраивать бойню. Да еще, если вы убьете свидетеля, есть риск того, что досье подберет кто-то из его охраны. В худшем случае придется за ним еще лететь на вертолете. Дико сложно? Блин, не хочу. Многие сейчас из вас так подумали. Разумеется, мы первым делом едем в заброшенный аэропорт за самолетом. Уверенно садимся в него и летим на ту самую гору, где прячется наш свидетель. Паркуемся на этой горе. И все, что нам нужно, это просто с РПГ стрельнуть в уголок этого здания. Свидетель умирает от взрывной волны. Теряет свое досье. И вся его охрана просто не успевает отчухаться, чтобы в этот момент произошло. И мы спокойно завершаем данную миссию. Все очень просто, блин. Beautiful. Return to the families. Воссоединение семьи. Одна из самых важнейших миссий в Лос-Антосе для Карла Джонсона и его семьи. Оказалась провальным, если забегая чуть вперед. Да, опять же, бойня, кровавая, неожиданная подстава, предательство Бейсмолка и Райдера, первые зацепки. Все очень плохо и все очень хорошо одновременно. Потому что я знаю прекраснейший способ, как пройти эту миссию. При этом особо не париться. Все, что нам нужно для этого, разумеется, баллончик краски. Его вы можете найти где угодно. В частности, в доме СиДжея. Да, желательно бы его сейчас взять. Потому что как раз мы, когда мы начинаем выполнять эту миссию, едем к отелю. О, да, предательство Коп оказывается здесь. Господи Иисусе, бойню опять устраивать. Ненавижу. Итак, погнали. Заходим сразу же в отель. И первым делом начинаем слайдить. Да, кто бы мог подумать. Слайд с баллончиком, при этом распрыскивая его, заставляет всех сватовцев просто, не знаю, не дышать. Сватовцы все задыхаются, при этом не стреляют. А вы просто скользите через них, распыляя баллончик. Они все задыхаются, не могут. Добираемся спокойно до комнатки Свита. Убиваем вот этих вот оставшихся сватовцев, потому что их очень важно убить. Они же занимают проход. И выходим на крышу. На крышу все очень просто. Тоже кидаем гранаточку, зажимаем эскейпик. И, 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 и. Ждем, когда она взорвется. И, пожалуйста, весь урон, который нужно было нанести на вертолет, граната наносит. Далее спокойно проходим миссию по канону, отстреляемся от копов и все. Вот такой видеоролик, ребята, получился. Надеюсь, он вам понравился. Вы поставили свой царский лайк и комментарий, написали уже давным-давно. Но, думаю, четвертая часть не заставит долго ждать вас. Потому что, блин, вы очень любите эту рубрику. Я надеюсь на ваши лайки, блин, подписки, комментарии. Давайте уже добьем 100 тысяч подписчиков. А сами был Хик. Всем большое спасибо за просмотр. Спасибо за лайки, комментарии, за все-все-все, что вы делаете для меня. И всем пока-пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!